Да, и я говорю о том, что блогеры, которые снимают видео, они во многом очень делают то же самое, что делают журналисты, да, они такие же приемчики применяют, такие же действия, да, совершают, вот, как сказать, последовательность действий, да, то же самое. Поэтому мы с вами сегодня разберем один такой момент, который называется продюсирование, продюсирование видеосюжета. Подумайте сейчас пока, мне пока не называйте, не говорите, просто в голове подумайте, о чем бы вы хотели снять видео. Ну, обо всем, вот, фантазия не ограничена, да, от запуска космического аппарата в космос, да, от запуска ракеты до кормления домашнего, не знаю, мини-пига, да, все что угодно, вот, что вам в голову взбредет, ваша поездка на дачу, день рождения младшего брата, то есть придумайте, да, что-то, можно что-то нереальное. Хочу снять, не знаю, что у нас нереальное, да все сейчас реально, если только что про инопланетян, да, придумывайте, неважно. Потом я с вас ваши идеи соберу, а пока расскажу о том, что же делает продюсер. Антон сказал, что продюсер организует съемки, да, помогает в организации. И, в общем, конечно, да, он основные вещи назвал, да, он прав, но если просто говорить про организацию, то это может сделать, ну, обычный, там, администратор, координатор, да, который просто куда-то там позвонит, что-то договорится, не знаю, там, в нашем случае, да, позаботится о том, чтобы у вас был оператор с камерой, если вы хотите поехать, да, на съемку с техникой своей, не просто с телефоном, да, не знаю, закажет вам, купит вам билет, если вы куда-то полетите, да, такси вам вызовет, ну, в общем, помощник такой, да, ваш помощник, вас как журналисты, как блогера, как автора. Но продюсер в нашем широком понимании сейчас профессия очень так трансформировалась, очень классно. И многим даже больше нравится быть продюсерами, чем авторами. Многие журналисты ушли в продюсирование, потому что продюсер тоже становится со-автором. Он иногда решает даже больше. Он иногда решает, кого в видео, где, как, какие истории взять, какие не взять. То есть продюсер, он отвечает за... Сейчас подберу такое сравнение. Ну, когда праздник организовывают, да, детский, вы маме сказали, например, там, хочу день рождения в стиле супергероев. Супергероев, да, и все, и ушли гулять дальше, мечтать о том, какой будет ваш день рождения. А уже мама стала продюсером вашего праздника. Она уже начала обзванивать всякие компании, которые устраивают детский праздник, заказывает вам еду, там, обзванивает ваших друзей, если это, да, вы сами делаете, их мам. Говорит, что вам нужно подарить, о чем вы играете, да, костюм. Не знаю, там, заказывает еще какие-то подарки. Вот это все. Вот ваша мама, она прям максимально, да, выгружена в ваш праздник. А вы дали идею. Я хочу вот в стиле, там, не знаю, кого я сказал, супергероев, там, волшебных фей, да, для девочек. Или хочу, там, чтобы мыльные пузыри были на празднике. Вот и давай, да, поди, мама, и ищи их. Вот мы с вами будем такими продюсерами. Ну что ж, пришло время собрать ваши идеи. Я буду называть тогда ваши имена, чтобы у нас не возникло шума в эфире. Вы говорите, я бы хотел снять видео про то-то, то-то, и я вам буду как-то такие дополнительные вопросики задавать. Дарья, вижу тебя вот рядышком с собой. Пойдем вот так по порядку. Дарья. Я бы хотела снять про драконов. Так, теперь... Конкретика, что именно про драконов? Что они там должны делать на твоем видео? Ну, они бы там, как они... Вообще о жизни драконов. Жизнь драконов. То есть такие будни драконов повседневные. Как живут, что едят, да. Понимаю. Полина. Вижу Полину рядом с Дашей. Я бы хотела снять... Я бы хотела снять видео про то, как мой папа сёрфит. Как твой папа... Сёрфит. Ты пропала просто. Сёрфит. А, он у тебя на сёрфе катается? Ух ты, класс. Да, очень интересно. Давай тоже еще немножко подробностей, хотя в принципе все вырисовывается. Где это произойдет? Может быть, как-то... Это произойдет на океане, в той деревне, в которой я нахожусь, в Балиане. На пляже с сильными волнами он будет делать трюки различные. Вот. Супер. Отлично. Да, видите, вырисовывается картинка. Да, как с праздником. Одно дело сказать, я хочу мыльные пузыри, другое дело разложить по полочкам. Всё, что будет на вашем дне рождения с мыльными пузырями. Полина нарисовала очень хорошую картинку. У него получилось. Вот где подписана Елена Влад. Девчонки, еще раз представьтесь, да, и у вас там одна на двоих идея, или у каждой своя. Меня зовут Стефания. Ага. Так, Стефания, твоя идея. Моя идея снять кино про животных, сельских животных. Что они-то будут делать, чем они питаются. Поняла. А я бы про поварах, как готовят. Про поваров. А вот с поварами давай конкретнее. Как готовят что, какие повара, для кого готовят. Они готовят разную еду, а готовят они для видео. Для чего? Специально для тебя, да? Ну смотри, ну ты должен, нет, нет, вот смотри, чтобы конкретик появилась, да, прям глазки закрывай, да, и силы и воображение представляй. Когда ты сказала, я хочу про поваров снять, вот я представила поваров, которые в столовой, в школьной стоят, и там огромный, огромную эту кастрюлю, да, я думаю, вы каждый представил других поваров, поэтому вот ты, как продюсер, скажи не просто про поваров, а про каких. Они готовят что? Не знаю, ну макароны или торт. Это же торт, так, для кого готовят? Для туристов. А, для туристов, да, то есть это какой-то ресторан для туристов. И там можно купить торт. Ну вот, уже конкретика. Хорошо. Поехали дальше. Светлана Афанасьева. Никого там не вижу, кроме беговой дорожки. Но если нас слышно, то подбегите, что ли, к беговой дорожке. Давайте пообщаемся. Кто там под ником Светлана Афанасьева? Никого. Вернемся. Андрей. Андрей. А, ну, который, конечно же, ты не Андрей. Как тебя зовут? Микрофончик включи. Микрофончик включи. Алиса. А, Алиса. Так. Ну, какие у тебя идеи? Я бы хотела снять про компьютерную игру только боку. Как, ну, то есть сериал снять, как фильм, только это было бы, как анимационный мультик такой. Сейчас вот, что касается компьютерных игр, есть риск, что это будет просто съемка, ну, да, снятая с экрана видео. Ты это имеешь в виду? Или... Как это более, скажем так, интересно глобально? Или просто ты будешь снимать свою игру, как ты играешь? Вы так зависаете немного. Зависаю. Сейчас я видео выключу, вот так, да? Когда я выключаю видео, немножко увеличивается скорость. Поподробнее расскажи, Алис, что именно ты имеешь в виду, когда говоришь снять про компьютерную игру? Нет, ну, просто, как бы, я снимаю экран, ну, как бы, это не я играю, ну, а там, то есть я управляю, а там играю, ну, какие-то прикольные сюжеты. Ну, понимаю, да, но все твое видео заключается в том, что мы видим то, что происходит на экране, да? Да. Кто играет, где играет, мы не видим. Ну, почему-то там же видно. Там видно... Нет, ну, мы видим человека, который сидит за компьютером в этот момент. А, нет, не видим. А, нет, вот, вот, меня чисто формат интересует, знаете, это такой новый формат, который называется Screen Life. Его использует сейчас Тимур Бекмамбетов, очень активный режиссер наш, такой прославленный, который кучу всяких снял блокбастеров, да? Мы с вами сейчас не про фильмы говорим, но если вы хотите называть ваш видеоконтент фильмом, ну, почему бы нет, да? Маленький фильм, например, про жизнь, там, драконов, кто-то из вас предложил, да? Это маленький фильм или, там, репортаж из жизни драконов, да? Маленький фильм про компьютерную игру. Так вот, формат Screen Life, он подразумевает, что зритель видит только то, что происходит на экране. Вот сейчас вот ведется запись нашей конференции, да, это вот такой Screen Life. Мы не видим друг друга со стороны. А если бы у меня здесь рядом камера стояла, она бы показывала, как я сижу с телефоном, да, где я сижу, в каком месте, да? Вот вы бы видели чуть больше, чем та картинка, которую я вам показываю. Вот так. Надеюсь, что сейчас отвисло. Если снова будут зависать, снова будут выключать звук. Едем дальше, Лиза. Спасибо. Семен, тебя вижу и слушаю твою идею. Ну, моя идея, я пишу книгу, и я хочу вас снять фильм по книге. А что по книге? Что за книга тогда, о чем? Если не секрет. Это приключения мальчика. Мальчика, так. В сказочном мире. Ага. Это сказка или это детектив какой? Ну, пока. Немного детектив, приключения, фантастика. Угу, угу. Все. Смешение жанров, да? Класс. Здорово. Тогда у тебя, да, тогда в твоем случае речь идет конкретно о фильме, да? Экранизация книги, как это говорят. Да? Мы все с вами любим смотреть экранизации любимых наших произведений. А что-то у меня сейчас кто-то вышел и ушел, и я не могу понять, куда делать наша очередь. Ну, хорошо. Антон, вот тебя сейчас вижу. Давай твою выслушаем. Ну, наверное, я бы хотела снять про то, как я съездил на дачу на 10 дней. Съездил уже? Да. Я приехала вчера. Понятно. А как же ты хочешь снять о том, что уже случилось? Рассказать. А, просто рассказать. Я же там что-то еще снимал, фоткал. Во, отлично, да? Ну, это я тебя пытаюсь подловить и понять, насколько ты понимаешь, да, весь видеопроцесс. Да, ты на даче снимал, фотографировал. Ты можешь здесь сейчас, как говорится, да, задним числом своими воспоминаниями поделиться, а по картинке взять. Это называется, знаете, что архив. Говорят, ой, а где же мы... А мы архивные кадры возьмем. Когда нам рассказывают про войну, да, в 9 мая, мы все смотрим с вами разные фильмы документальные, да, репортажи, сюжеты, да, хронику нам черно-белую показывают. Это, конечно же, снято было в те годы, и нам ее показывают. Но мы ее сейчас воспринимаем, ну, в настоящем нашем времени, да, нам рассказывают об этом сейчас. Но просто используют старые, прежние кадры. Илья Казаков. Тебя вижу. Я бы хотел знать что-то про космос. Так, давай-ка конкретику. Что-то про космос, это неконкретно. Про ракеты, планеты, слезы. Что они делать должны, эти ракеты и планеты? Так висеть в небе или как? Давай начнем так. Я зависаю, да, Илья? Или ты зависаешь? Я не зависаю. Ребят, я висю? Не зависаешь? А, а, ты просто замер. Смотрю, картинка не шевелится, звука нет. Ты думаешь. Смотри, ракеты, планеты. Это что? Это сказка, фантастика или это научный фильм, где ты будешь рассказывать о том, как все на самом деле в космосе происходит? Научный фильм. Научный фильм. Как ты планируешь получить вот ту самую космическую картинку? Видео из космоса, где возьмешь? Фантазия ваша не ограничена. Вы можете хоть сами полететь и снять. Можете. Ну, откуда мы с вами получаем видео, которое вот, ну, все, что мы знаем о космосе, видео, фотографии, да? Откуда оно к нам попадает? Кто там в космосе снимает? Там что, телестудия у нас? Киностудия в космосе? Ну, во-первых, космонавты, да? Космонавты. Ну, смотри. Со спутников, да. Там летают спутники, фотографируют, снимают, подлетают к далеким там каким-то планетам. Какие-то кадры такие делают, которые с Земли не сделают, да? Многое снимается с Земли. Есть такие камеры, как телескопы. Они не просто видят звезды вот человеческим глазом, да? Как мы с вами ночью вышли там во двор, небо звездное. Поподняли глаза, да? Ой, большая медведица, ой, полярная звезда. Ну, кто из вас еще может найти какие-то другие созвездия? Тот молодец. Вот, я только большую медведицу и малую умею отличать. Да, а телескопы, камеры с телескопами, да, они увеличивают, приближают, да, и уже снимают более крупные звезды. Хорошо. Значит, Илья такой научный задумал фильм. С Семеном мы поговорили. Артем Ковалев. Привет. А я не знаю, о чем снять. А о чем хочется-то? Ну, что интересно? Я всегда спрашиваю, если вы не знаете, о чем снять, думай, говорите, о чем интересно. Не знаю. Ну, подумай, я к тебе вернусь. Дарья. Дарья Яковлева. Я бы, может, какое-нибудь аниме сняла. Ты тут? Дарья? Да. Да, ты тут. Может, я какое-нибудь аниме бы сняла. Аниме. Тогда такой же вопрос. Это кто будет рисовать эту картинку твою? Да, то есть это рисованный фильм у тебя будет, да, как мультик? Да. Ну, я буду рисовать, еще люди будут рисовать. Ну, художники они называются, да, мультипликаторы, аниматоры, опять же. То есть ты хочешь историю рассказать, да, просто, ну, нарисовать мультик, грубо говоря, от начала до конца? Можно и да, рассказать. Почему уточняю? Потому что, например, у меня в голове вариант второй возник, неочевидный, но вдруг. Не просто снять мультик, а снять, как делаются такие мультики, да, например. Как художник рисует, как создают это все на компьютере, как персонажи оживляют, как придумывают истории. И это уже будет рассказ о аниме, об аниме, о том, как делается такой контент. Тоже вариант, просто смотрите, чтобы у вас... Всегда ищите, да, вариант. Я хочу снять про космос. Ты полетишь сам в космос снимать? Или ты возьмешь то, что есть, да, по Ютубу там походишь, не знаю, позвонишь в Центр управления полетами, да, в наш подмосковный город Королевск, скажешь, какие у вас есть видео. Не могли бы мы их использовать в своем фильме, да, по архивам пойдешь и так далее. Ну, вариантов много. Оливия. Оливия. И там взрослая фотография. Кого зовут Оливия? Ребенка или маму? И слышишь ли ты вообще нас? Раз, раз, раз. Не слышит Оливия нас. Так, Семен, мы с тобой уже общались. Тимур. Последний остался Тимур. Я бы снял что-нибудь про машину. Какую? Машину времени? Ну, не про машину времени, про разные автомобили я бы снял. Так, ну и конкретика, конкретика. Ну, конкретики есть. Про спортивные, про спортивные, про многое чего. Перечислить. Ну, вот все-таки, да, на этапе планирования предлагаю вам, да, когда вы задумываете, хочу про машину, да, у каждого при слое машина своя, своя фантазия, да, в голове рождается, свой образ. У кого это КамАЗ огромный, а вот это спорткар, легковая машина. Да, у меня, например, машина времени сразу почему-то в голове нарисовала что-то из фантастического. Да, поэтому, Тимур, если про машину, про спорткары, да, про спортивные машины, то, опять же, да, подумай про то, как они ездят, их история, про знаменитых гонщиков, про то, как их собирают. Тут масса вариантов, да, их можно все перечислять. Все ли сказали, всем ли я дала слово, ребят, или я кого-то забыла, пропустила? Оливия подняла руку, наверное, да, Оливия? О, и ты появилась. Здрасте. Кто из вас, Оливия? Да, мы тут все синимо сидим, а двое деток и мама. Ага. Вот я бы хотела сделать репортаж, допустим, вот меня тема одна интересует, я очень, у меня большая коллекция про, я люблю все, что связано с ручками, карандашиками, бумагой. Как интересно. Да, у меня очень большая коллекция, и вот я бы хотела сделать такую, как бы серию, ну, рассказывать, что я про это все знаю, про разные марки, сравнивать это все. Может быть, такие какие-нибудь tutorials сделать для других людей, которые интересна эта тема. Слушайте, да, это интересно, такое возникло. Очень, да, и такая коллекция необычная, еще бумажки всякие там, да, блокнотики. В общем, чем пишут, на чем пишут, да. Тут тоже вариантов много, но вы сказали, в принципе, все довольно точно, что вы сами будете об этом рассказывать, сами показывать, то есть вы выступаете экспертом, да, и, скорее всего, такое видео снять не очень сложно, да, это дома, вы все это раскладываете, такая экскурсия, коллекция. Но такие видео часто рискуют быть, как бы интересно, вы не рассказывали о чем, они бывают скучноваты иногда. Поэтому для таких видео всегда рекомендуют снимать предметы, да, монтаж, во-первых, используют, да, и снимать не только в вас на общем плане, вот какие у меня ручки, вот эта ручка такая, это такая, да, но и крупно снимать эти ручки, да, делать какие-то вставки, например, если у вас какая-то историческая ручка, о которой писал, там, не знаю, президент, то найти архивные кадры, где президент с этой ручкой, да, или что-то еще, так, тогда это видео будет очень-очень живым и действительно будет такой фильм, вот. А так, ой, очень интересная у вас коллекция. Ну вот, ребята, надеюсь, что, да, сейчас я пролистаю еще разочек, вроде все высказали свои идеи. Вот мы с вами сейчас прошли первый этап, да, первый этап разработки, называется разработка сюжета, разработка темы. Вы не только поделились идеями, хочу снять про машины, да, но и конкретизировали, про какие машины, что именно и так. А теперь представьте, что вам нужно организовать, вот теперь, да, просто организация ваших съемок. Вот сами вы, даже если это история про ручки, вот они, ручки, вынула, разложила на столе, включил телефон, начинаешь рассказывать, да, просто достаточно. Но в любом случае, в вашей съемке, вы никуда не уйдете от необходимости взаимодействовать с кем-то. Вот давай, Даша, я опять тебя вижу рядом. У тебя были драконы, да? Да. Да? Вот. Вот давайте теперь, да, все свои темы вспоминайте, не забывайте, и каждый мне скажет, сейчас опять по кругу, по одному какому-то эксперту, герою, человеку или существу, который будет участвовать в ваших съемках. Либо вам поможет, либо вы будете его в том числе снимать. Я на котиках объясняю все. Вот пример, чтобы, да, чтобы вам сейчас было понятно. Я хочу снять сюжет про то, как ухаживать за маленькими котятами, как вводить прикорм, как их приучать к лотку, да, как с ними играть. И я сама об этом очень мало знаю. Поэтому я буду снимать эксперта, ветеринара, эксперта по кошкам. Забыла, как его зовут. Как называется этот эксперт. Ну, в общем, человека, да, который умеет ухаживать за кошками. Скорее всего, да, ветеринар какой-то, профессионал своего дела. Я буду брать у него интервью. Я буду к нему приезжать в его там центр, где он занимается с кошками, да, или позову его к себе домой. Например, да, предположим, я завела котенка, да, и хочу всем рассказать, как за ним теперь буду учиться ухаживать. Приглашу тогда к себе этого эксперта домой и буду снимать то, как он взаимодействует с кошкой. Вот примерно такой же сейчас от вас расклад. Хочу слышать с одним героем. Понятно, что для полноценного сюжета, фильма, при разработке у вас может быть очень много героев, как в книжке. Очень мало рассказов написано, да, об одном человеке или об одном, да. Он, как правило, взаимодействует с кем-то. Вот я сейчас жду от вас ваших героев. Кстати, если герой вы сами, ну вот просто вы сами, герой своего рассказа, своего видео, своего сюжета, тогда расскажите, что именно вы будете делать для своих съемок. Ну, например, если у меня бы, если бы я сама была экспертом по воспитанию котят, и мне никто был бы не нужен, я бы сказала, я буду снимать обучающее видео для других людей, буду сама играть с котенком, кормить, пойду в магазин, выбирать ему горшок, корм, переноску, да, там, шампунь и так далее. Вот. Даш, давай с драконов начнем. Сейчас последовательность может меняться, но я постараюсь вас более-менее вот так же, как и в первый раз, по очереди, как говорится, вызывать. Да, Даш, кто тебе про драконов будет рассказывать? Ну, эксперт. Это хорошо. Сейчас все будут слово такое замечательное. Будет рассказывать под дракона, как он живет, в каких условиях, что ест, что ему можно давать. Сейчас я видео выключу. Угу, поняла. Ты пошла путем, значит, как приручить дракона? Да. Да, чтобы... Как с котятами? Чем кормить дракона? Как его... Как с ним гулять? Ну, хорошо, представим, что... А где ты, кстати, такого эксперта можешь найти? Где они водятся, такие умные люди? Ну, драконов не существует, но если бы как бы были драконы, то можно было бы там в интернете забить. Угу, эксперт по драконам, да, конечно. Ты знаешь... Знакомый был. Или было бы у тебя знакомый, да, конечно. Еще, знаете, есть всякие... Ну, драконы, конечно, действительно не существует, но если представить, да, то бывают же ученые, которые изучают определенный вид того или иного, тех или иных, ну, существ. Да, если я хочу снять видео про удильщика глубоководного, есть такая страшная рыба с уточкой, знаете, да, который там фонариком, приманкой на глубине, на большой светит, и к нему глупые рыбешки в рот сами плывут. Вот. Я бы обратилась в институт, как он называется там, к океанологам, короче, к людям, которые океаны изучают, да, институт океанографии, по-моему, да, к биологам, ко всяким, к людям, которые изучают рыб, к их теологам. Вот они бы мне о нем рассказали. Так, хорошо, Даша, понятно. Девчонки, которые вот... Да, вы с Серафима, да, и... Извините, пожалуйста, я что-то не очень сегодня запоминаю. Тем более, если не совпадает с аватаркой. Еще раз представьтесь. Которая с Еленой Влад? Которая вы, да, Елена Влад. Еления, Стефания. А, Стефания, Стефания, очень красивая. Ну что, да, темы ваши помните? Кто вам поможет в этом? Кто вам поможет в съемках видео? Кого будете приглашать? Да, говори, кто тебе поможет. Кто, Пьер, кто там про поваров из вас хотел снимать? Дмитрий Анатольевич поможет. Кто это такой? Повар, шеф-повар. А, шеф-повар. Шеф-повар чего? Он еду красный готовит. Повар города Абакана. А, главный повар, я слышу, там подсказки из зрительного зала. Хорошо, подсказывайте обязательно. Да, главный повар, например, Абакана. Хорошо. Он тебе все расскажет, покажет. Так, а другая тема у вас какая была? Про жирноводство. А, про домашних животных, про сельских. Так, а тебе кто поможет? Кто тебе про них расскажет? Ветеринар, наверное. Угу. А еще варианты какие-нибудь есть? Есть. Из своего опыта. Ветеринар это прям так вот, в лоб прям, да, можно поинтереснее придумать. А они живут-то, где эти животные деревенские? Они по себе по деревне бегают? Или все-таки у них есть хозяева? У них есть хозяева. Да, мне кажется, будет очень интересно вот с хозяевами пообщаться, да, зайти к ним, как говорится, на двор, посмотреть, как у них живут куры, гуси, коровы, кого мы там еще знаем, да, поросята. Хорошо. Да, все время ищите, я вот, ну, комментирую ваши моменты, кому-то подсказываю, вы все время ищите того человека, того героя, или то существо, персонажа, который вот максимально в этой теме разбирается, и желательно в нее погружен. То есть, например, про удильщика, да, если я буду просто разговаривать с ученым, который всю жизнь сидит в кабинете в институте и читает умные книжки, и удильщиков только на картинке видел, я получу, конечно, какую-то информацию. Но если мне удастся поговорить с этим, как они, дайверы, да, кто погружается, аквалангисты, и он реально погрузился там в каком-нибудь батискафе на эту Марианскую впадину, и увидел там, и в него начали проплывать эти светящиеся существа, у него будут совершенно другие эмоции. Поэтому ищите для себя еще и вот таких героев, которые вам могут атмосферно об этом рассказать. Едем дальше, вижу рядом, чтобы не сбиваться, вот Оливия, вы у меня рядышком появились. какие у вас есть еще идеи? Так вот, насчет всех блокнотиков, ручек, КСМ, вот я уже много чего знаю, в принципе, потому что я уже почти что эксперт. Ну да, можно сказать, тем более вы коллекционер. Да, да, у меня очень большая коллекция, я очень горжусь, и я бы, думаю, если бы мне нужно было какой-то, ну поговорить с экспертами в этом деле, я бы, наверное, посетила фабрику, там, где изготовляют ручки разных марок, допустим, разных фирм, и я бы поговорила с людьми, которые их делают. Да, я знаю, ну просто если бы вы замешкались, я бы именно это вам и посоветовала, абсолютно точно, посмотреть, как делают то, чем вы увлекаетесь. Еще, кстати, есть вариант, может быть, с какими-то другими коллекционерами тоже повстречаться, да, посмотреть у кого какие есть экземпляры редкие, там, может быть, поговорить об их ценности, да, у меня вот такая самая там дорогая ручка, там, да, самая редкая и так далее, ну если речь про коллекции. Но, конечно, фабрика, она вам даст вот эту живую картинку, вы увидите, как там это все движется, едет, как работают машины, и это всегда интересно побывать на производстве. Да, Полина. Полина. Мне будут помогать папа, про которого я буду снимать видео, и его друг, который еще больше увлекается этим, и он был его как бы учителем. вот, то есть друга можно назвать тренером твоего папы, да, он его, ну помогал ему научиться получше серфить. Да, конечно, тоже очень... Вы зависли? Да. логичный ход, даже... Добавить нечего, конечно, тренер, конечно, не просто... Алина, вы заедаете? Да. Алина, вы сильно лагаете? Сильно. Так, у нас Алина вылезла. А, я зависла, ребят, прошу прощения, да, выбила из конференции меня. Я пыталась достучаться до Антона. Вот, Антон, ты здесь. Давай тебя послушаем. Ну, если я рассказываю, то получается только я, но на фотках и видео есть мой друг и дальний родственник. Угу. Про дачу я напоминаю, да, Антон? Воспоминания о даче. Угу. Ну, получается, типа, если он просто мелькает, но ничего не говорит, там. Ну, такое может быть. Ну, в твоем случае, да, если это прям только личные твои воспоминания, то, может, тебе особо никто и не нужен. Хорошо, если они появятся, там, твои родственники, там, кто там у тебя на даче с тобой был, родители, бабушки, друзья. Ну, хорошо, если они появятся на кадрах, да, но тот случай, когда действительно кроме себя любимого можно никого не использовать, да, можно позвать, поделиться воспоминаниями того же твоего друга тоже, да, как он расскажет, как вы там вместе с ним играли. Бам-бам. Так, а вот Илья как раз и вышел. Ладно, идем дальше, идем дальше. Семен. Ну, у меня, наверное, актеры. А ты про что хотел снимать? А, книгу, да? Да. Икранизировать книгу? Ну, там, наверное, даже немного каскадеры. Ну, понятно, у тебя ты вообще по другому пути идешь. Ну, конечно, операторы, гримюры, осветители. Можно бесконечно перечислять, как в американских субтитрах. Да, да, точно, в титрах, да, которые крутятся и крутятся. Называется, барабаном титры идут, да, как будто бы кто-то крутит постоянно этот барабан, и мы видим одну его часть, как буквы наверх убегают. Технология такая была действительно раньше. Титры просто прокручивали перед киноаппаратом, их писали, рисовали на пленке или вообще там изначально просто на каком-то материале, там, ну, на простыне, ну, не на простыне, но на материи, да, их действительно крутили, поэтому, говорят, титры пошли, да, побежали титры, они бежали вот так вот вверх. Не могу вам сейчас показать на пальцах, потому что я включу видео, и у меня улетит и без того мой хлипкий, слабый интернет. Да, ну, Семен пошел другим путем, говорю, у него полное кинопроизводство, об этом, кстати, с моей сестрой можете говорить, она у меня киношница, вот, можем как-нибудь организовать с ней, с ней встречу, она у меня снимает фильмы настоящие. Идем дальше. Артем, давайте уже сейчас будем заканчивать. Артем Ковалев, ты у нас про космос снимал? Не помню. Нет, а про что? Не про что, пока что. А, ты не отозвался, да, когда мы спросили тему? Ты хотел подумать, ну, так ты подумал? Да, да. Ну, так ты придумал? Да, придумал. давай, тогда сразу на два вопроса отвечай. Это, как, как, вот этот папа с мальчиком переплыли пролив. А, это ты нам рассказывал, да, в прошлый раз, эту душесчипательную, почти фантастическую, но реальную историю. И кто же будет участниками твоего фильма? Ну, это оператор и я сам. Это кто будет его делать? А кого вы будете снимать? Кто будет вам эту историю рассказывать? Так это, типа, в реальной жизни будет, как они это переплыли только что. Ну, и кто вам эту историю расскажет? Они сами? Ну, да. Ну, вот, я же, я же, глупый вопрос, но нужно понимать, да, то есть эти люди, вот, они наши не живут, они живы-здоровы, переплыли, какой там пролив, я не помню, Босфор, да? Кибралтарский. Или что он переплыли? А, Кибралтарский, ну, еще круче. Вот, они переплыли, да, и ты у них тогда что будешь брать? Интервью. Вспоминай, интервью, да, молодец. Светлана Афанасьева. Светлана. Ник Светлана Афанасьева. Нет, пока нету. Андрей. Буцко, правильно, да, фамилию произношу? Андрей Буцко. Ты здесь, ты нас слышишь? я тут. Ага, Я не знаю про игры, это тоже, мне кажется, будет сложновато, чтобы еще у кого-то помощника брать. Там справишься. Ну, если я снимаю именно игру, то, ну, как я потом, у кого я интервью буду брать? А на себя, что ли, да? Только если, у персонажей, с которыми, из которых я сама там озвучиваю. Да, О, какой у тебя помощник там. Тоже взять интервью у них. У персонажей, ну, почему бы нет, да, если представить, что вдруг компьютерный персонаж все много говорит. Да, да, да. Сколько месяцев помощнику или годиков? Два года. Два года, ах ты. Брат, сестра, кто там у тебя? Сестричка. Сестричка, привет, сестричка, да, да, да. Андрей, ну смотри, тебе подсказка, да, ты говоришь, я сам все справлюсь, я сам могу. Но есть люди, которые, можешь, мы в тебе не сомневаемся, да, но чтобы кого-то, да, если есть желание, кого-то позвать, кто лучше всего про компьютерные игры знает? Кто лучше всех на свете разбирается в компьютерных играх? Ну, кто в них играет больше всего? Ну, а то, кто профессионально в них играет, называют... Это тестер. Ну, тестер, киберспортсмены, да, это же официальный вид спорта, киберспорт, а не соревнования, там, да, всякие, или разработчики этих игр, да, те, кто их придумывает, или те, кто в них профессионально играет. Мы с вами любители, мы просто в свободное время включили, поиграли, нам это смешно, да, есть люди, которые на этом, ну, деньги зарабатывают, и они живут этим, они тренируются как профессионалы. Называется киберспорт. Вполне себе официальный вид спорта, по нему турниры большие проводятся, поэтому можно так. Я, кстати, сама неоднократно брала интервью у киберспортсменов, это были одни из самых сложных для меня интервью, потому что я ничего не понимаю в киберспорте. Ну, вот прям совсем. Вот. Я знаю название игр только, да, и все, больше ничего. Да. Ну, я знаю, да, что и люди делятся на тех, кто да, и на тех, кто нет, да, по поводу компьютерных игр. Вот я вообще нет. И у меня только там, не знаю, какие-то шарики на телефоне когда-то были, и те снесла. Дарья Якушева, ты тут? Да. Да, так. Я забыла, что у тебя... А, у тебя было аниме. Угу. И кто же будет тебе помогать? делать анимационное видео. Ну, ты уже, кстати, ответил на этот вопрос, когда мы с тобой тему обсуждали, помнишь? Даша? Ты тут? Не слышу тебя, Даша. Дарья Якушева. Алло, алло, ку-ку. Ребят, я зависла, нет? Нет. Нет, значит, Даша зависла. Но я сейчас скажу, а если что, Даша проявится, поправит. Ну, мы с Дашей уже обсудили, что ей потребуется художник, аниматор, собственно, люди, которые эти видео и создают. И Тимур, наверное, да, Тимур остался? И кто-то еще остался? Я вроде отвечал на вопрос. А ты сначала, говорил, что я буду снимать про спорткары, а кого ты позовешь, кто будет участвовать в твоем фильме или в твоем видео? Гонщик. Гонщик. Ну, давай тогда еще раз у тебя такое обширное видео, кроме гонщика, еще кто может рассказать про спортмашины? Ну, кто их делает? Могут рассказать? Тимур? Ну, кто-то же их... Ну, мне кажется, могут, но кто-то же их собирает, инженеры проектируют эти болиды. Да? Да. Да, я думаю, я не знаю, как они. Ну, инженеры, наверное, кто собирает автомобили, да, они там, условно, разработчики. Думаю, да. А кто еще? Кто еще вот в этом во всем участвует, скажем, ну, в этом бизнесе, не знаю, не бизнесе, да, в этом спорте? Там же есть тоже тренер. Да? У этих гонщиков. Есть судьи, есть журналисты спортивные, которые иногда, очень часто журналистов тоже привлекают или каких-нибудь исследователей, которые очень хорошо в этой теме разбираются, да? Есть ученые, которые могут рассказать про то, как совершенствуются автомобили, которые там развивают такие бешеные скорости. Как это вообще возможно, да, с точки зрения физики, там, динамики и прочих вещей. Тут тоже можно классно накрутить всего-всего, и вам будет очень интересно. Ребята, наши, как это, в Золушке, старые мамы, если меня слышат, они сейчас, наверное, проностальгируют и вспомнят. Наше время истекло, окончаем разговор. Вот. Спасибо вам огромное. Мне с вами было очень приятно. Я подведу маленький итог, что вы сейчас сделали. Вы сейчас сделали прям половину работы по производству видео. Вы придумали и разработали тему, вы конкретно поняли, что и как вы будете снимать, где и кого. Да, некоторые поняли прям весь набор участников, как, например, Антон, да, это только я, как сказал Антон. Вот. У кого-то это только повар, да, тоже только один участник, у кого-то только эксперт по драконам и так далее. Вот дальше, там, дальше чуть-чуть, там, уже включается вот эта работа, как я вам сказала, помощника администратора, который теперь будет, так, эксперт по драконам, где же его найти? Ага, загуглил. Так, вот, есть Иван Пупкин. О, написано, суперэксперт дает хорошее интервью. Вы ему звоните, говорите, Иван Иванович, хочу снять видео про драконов, нужно ваше интервью, мы могли бы поучаствовать. Да, там уже вот эти вот такие технические моменты, договаривайтесь, едите снимать или приглашайтесь там к себе этого эксперта, да, это уже зависит от ваших способностей коммуницировать, искать нужных людей в нужных местах. Ну, место у нас сейчас у всех одно, это интернет, мне кажется, там вообще все подряд можно найти. Ну, кстати, кто-то из вас сказал, а я еще знакомых своих спрошу, и это тоже отличный шаг. Если у вас есть знакомый ученый, например, физик, и он классный, вы хотите его снять, и он не против, ну, пожалуйста, вперед, да, никто, это даже лучше и проще, когда вы привлекаете своих людей. Все, друзья, есть ли у вас вопросы, пожелания, предложения? Алина, можно вопрос? А на следующей неделе какая будет тема? Сегодня была продюсеры, как я поняла, да? Да, но я чередую, я думаю, мы на следующей неделе поиграем в ток-шоу, возьмем какую-нибудь тему, распределим роли и обсудим что-то. Ну, то есть больше такая будет у нас актерская история. Но снимать мы точно пока что не будем, да? Снимать именно видео и показывать или что-то? Ну, я здесь не даю заданий, мы с вами что-то обсуждаем, если кто-то что-то хочет снять, снимайте, бросайте в чат, мы все посмотрим, почему бы нет. Спасибо большое. Да, да, если, опять же, есть вопросы, пишите мне, да, в Телеграм, там, тегайте в чате или попросите там, можно мне в личку, я всегда вам подскажу, отвечу на вопросы. Конечно, вчера начался уже курс, да? Сколько вам будет? Какое время? Еще 4 недели, 8 занятий, одно прошло. Мне кажется, еще можно присоединиться. Да, потому что я в прошлый раз вам написала в чате, но мне как бы не пришла информация насчет этой группы. Да? Да? А, да вы что? Сейчас я вам, а вы можете с этого чата сейчас номер телефона вам куратора нашего скину? Да. Сюда. Сейчас, не выходите тогда, пожалуйста. Напишу вам email, да? Я вам сейчас в личку, я вообще-то скидывала, я вас вспомнила, Оливия, я скидывала ей, ваш, куратору скидывала ваш номер, ой, вашу почту, но почему-то, сейчас я вас так, как лично-то написать? А, с телефона неудобно. Я администратору в чате, вот сейчас выслала еще раз мой email, да, на все эти сообщения. Это не тот администратор, который курсом нашим занимается. Здесь разные администраторы. Сейчас. Я не знаю, кому писать. Оливия, давайте я напишу, уж, простите, меня в общий чат, в общий чат напишу сейчас. Оливия, а вы спешите, пожалуйста, номер. Спасибо за урок. Спасибо, да, ребят, пока-пока, вы бегите, да, и мы сейчас с Оливией здесь решим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok